Всем привет! Продолжаем разговор о чудесном плагине Галва – MapTravel. Я еще раз покажу вам, как легко и просто создать несколько карт для путешествий, работающих параллельно в одном и том же проекте. Я рассматривала это на стриме, но для тех, кто не любит стримы, вот короткая версия. Чтобы реализовать нашу задумку понадобится Нарисовать еще одну карту или сколько там вы хотите, чтобы было разных карт. Дополнить общее событие генерации карты. Создать новое общее событие с запуском карты. Добавить фокус карты и метку игрока. Наслаждаться. Я решила, что второй картой будет карта внутренних помещений большого бункера. Собственно, все перемещения будут совершаться внутри одной карты. За основу я взяла ту самую карту бункера, которую использую в локации. Но немного ее перекрасила, чтобы она казалась картинкой с камеры наблюдения или что-то в этом роде. Это у нас файл map1. Кроме того, я добавила еще один файл тумана. Он будет статичным. Открываем общее событие. Конкретно то, где мы задавали параметры генерации первой карты. Еще раз подробно объяснять пошагово все действия я не буду. Они показаны в видео, ссылка на которое в верхнем углу экрана и в описании под роликом. Мотаем в конец генерации первой карты. Я специально отметила его командой комментарий. Если вы потом захотите дополнить список точек для первой карты, будет проще искать. Начинаем с команды задать локацию. Присваиваем этой карте ID1. Поскольку бэкграунда у карты нет, но он обязателен, выставляем рандомный файл и задаем ему нулевую прозрачность. Если бы не было тумана, так же поступили бы и с ним. На стриме как раз так и было. Потом задаем точки, между которыми будет осуществляться перемещение. Все так же как в предыдущем видео. Пока изменений нет. Главное правильно указать ID1. Или не забыть поменять его, если вы используете копировать вставить. Изменения, хоть и невеликие, начнутся сейчас. Нам нужно второе событие. Это копия событий для перемещения картой. Но есть разница. Команда, вызывающая открытие карты, такая же. Только ID1. Но поскольку бункер это одна и та же локация, нам не нужно ограничение. Ну то самое, которое отказывалось перемещать по глобальной карте в точку, где игрок уже находится. Делалось это по номеру физической карты. Далее оставляем все как есть. Теперь нужно настроить открытие карты, фокусировку карты на точке и метку игрока. Я решила совместить это с запуском самой команды. Условно говоря, игрок подходит к одной из точек, между которыми осуществляется перемещение. Взаимодействует с обычным событием, теле которого следующее. Установка фокусировки на точке. Это у нас карта 1, точка пост 2. Создание метки игрока на карте 1. Как мы делали для карты 0. Только для карты 1. И собственно открытие карты перемещений. Что мы имеем? Плагин Galva позволяет создать разветвленную систему логистики. Как между большими континентами и городами, так между, допустим, кварталами внутри каждого города. Или как в примере, между точками внутри одной и той же карты. Плагин удобный и позволит поставить логистику на службу, сюжету и геймплею. Всем спасибо за просмотр. Ролики выходят на канале каждый четверг в 19.00 по Москве. Пятничные стримы в силе. За расписанием прочей активности на канале, добро пожаловать в мою группу ВКонтакте. Ссылка также в описании под роликом. Подписывайтесь, жмите свинку на пятачок и не бойтесь творить.